Может быть, у кого-то есть вопросы по прошлому семинару. Хорошо, если нет вопросов, сегодня у нас криволинейные интегралы первого рода. Ну, давайте по привычной нам схеме сразу я вытушу все номера, которые предстоит решить. У нас уже семинар номер 10. Вот так вот сделаю. 21, потом 2. 42, 47. 42, 42, 44.1, 42, 44.2. Как домашнее задание. 45. 45. А давайте немножко вспомним, что такое криволинейный интеграл первого рода, как он записывается. Это интеграл по некоторой дуге z ds. ds – это дифференциал дуги. На дуге задана некоторая функция f. Давайте нарисую картинку. Она может быть двухмерной, в случае может быть трехмерной. Я для простоты двухмерной напишу. Вот у нас есть дуга c, и на ней задана функция. Мы интегрируем по этой дуге. Интегралы такие находятся следующим образом. Нужно задать некоторую параметризацию дуги. x от t, y от t, ну и, быть может, z от t, если в трехмерном случае. И, соответственно, интеграл сводится к обычному привычному нам интегралу. Значит, t у нас меняется с t1 до t2. Сюда подставляем, собственно, найденную зависимость x от t, y от t, z от t. А ds – это дифференциал дуги. Имеет следующий вид. Ну, здесь давайте целиком напишу так. Вот здесь будет так. x штрих от t в квадрате плюс y штрих от t в квадрате плюс z штрих от t. Все это в квадрате и по dt. Ну, как это интерпретировать? x от y от t, z от t задает некоторый закон движения. Вот то, что здесь записано, это модуль скорости. Значит, какой геометрический смысл всего этого написанного? Давайте вспомним, что если функция f единица, то мы получаем, по сути, интеграл от скорости. Интеграл от скорости – это путь. То есть, получается, длина дуги. В прошлый раз мы с вами длину дуги проходили. Если здесь f единица, то интеграл от корня даст нам длину дуги. Так, если здесь задана некоторая функция f, например, функция плотности, то то, что получится от этого интеграла, будет равен массе дуги. Точно так же, как и в кратных интегралах, интегрируя плотность, мы получаем массу. То же самое здесь. Если вы интегруете плотность по дуге, вы получаете массу по дуге. Ну и так же можно найти там координаты центра тяжести, статические моменты, моменты инерции. Абсолютно аналогично они находятся. Так, ну вот. Есть какие-то вопросы. Нет вопросов нет. Это хорошо, что нет. Давайте начнем. 72, 21. Ну, может быть, давайте я начну. Так, сейчас я открою. Открою тут Демедовича. Ну, итак... Нужно вычислить такой вот интеграл. x плюс y ds, где c – это контртреугольника с вершинами 0, а и b. Ну, давайте нарисуем. x плюс y ds, где c – это контртреугольника с вершинами 0, так, стрелочка. Давайте, может быть, не стрелочка, а прямой нарисуем. Вот. Значит, здесь точка O, у нас x – это y, это точка A, это точка B. Ну, вот контртреугольника O, A, B. То есть вот надо проинтегрировать по этому контуру треугольника. То есть вот по кривой O, A, A, B и B, O. Даже получается ломаная. Ну, значит, видите, тут у нас три участка, по сути. Ну, и на каждом из них можно отдельно вычислить интеграл, а потом все полученные значения просуммировать. Ну, а давайте мы это так и запишем, что это будет интеграл 1 плюс интеграл 2 плюс интеграл 3. Значит, соответственно, участках O, A, A, B и B, O. Ну, первый интеграл на участке O, A. Подать так, наверное, если даже. На дуге O, A. Ну, надо предложить некоторую параметризацию дуги. Ну, X равен, типа, T, а Y равен 0. Да, отличная термитризация. В каких пределах T? Ну, А T от 0 до 1. Да, до 1. Так, ну, давайте вычислять теперь, да. Получается, что будет интеграл. От 0 до 1. Ну, давайте нам еще вот так, что по дуге O, A, вот, X плюс Y, D, S. Значит, да, будет играл от 0 до 1. X от T это T, Y от T это 0. D, S. Корень из суммы квадратов производных. Д, X по D, T это 1 в квадрате, да, плюс 0 в квадрате. И по D, T. Ну, видим, что это получается интеграл от T. T квадрат пополам от 1 до 0. 1, 2. Так, отлично. Второй участок, N дуга AB. Какую тут параметризацию выбрать? Могли бы повыше поднять, а то там поднимается панелька, ничего не видно. Не видно снизу? А нет, она... Ну, у меня видно, я не знаю. Раскройте экран целиком. Ну, а B это типа T, X, T равен T, Y, T равен T. А, нет, вру, вру, вру. X равен 1 минус T. Да, а B это... B, наверное, 1 минус T. Ну, да, X это 1 минус T, 1 минус T. А Y это... T. T, да. Вот, ну, и, значит, получается, что... Давайте попробую повыше писать. Интеграл по AB. X плюс Y будет равен, интеграл от, опять же, нуля... А, T тоже от нуля до одного. Вот это одного. Складываем. 1 минус T плюс T будет 1. 1 минус T плюс T запишем целиком. Так, на корень из суммы квадратов. Здесь производная минус 1 в квадрате, плюс 1 в квадрате. Все это по DT. Где получается интеграл от нуля до одного, от корня из двух DT. А это и есть корень из двух. Корень из двух. А, вы его поставили, да? Ну, да. Ну, константы на длину интервала, да? Так, ну и третий участок. Головочек сотру здесь. Дуга B, O. Какую тут пераметризацию выбрать? Ну, X 0, Y, наверное, просто T. X от T 0, Y от T. Ну, можно, конечно, взять T. Да, ну, здесь надо, правда, использовать одно свойство, что значение интеграл первого рода, они зависят от пути интегрирования. То есть, двигаясь от точки O к точке B и двигаясь от точки B к точке O, мы будем получать одно и то же значение интеграла. Ну, поэтому можем писать, что T. Если вы в этом не уверены, напишите 1 или минус T. Но будет то же самое. Так, давайте T напишем. Воспользуемся свойствами. Ну, и будет интеграл по B, O. Так, здесь получаем снова T. Тут будет корень из 1 в квадрате, да? T, D, T. Ой, сейчас я что-то поторопился. Сейчас я напишу интеграл. X плюс Y, T, S. Теперь уже запишем интеграл от 0 до 1. T. Корень из 1 в квадрате. T, D, T. Ну, это снова 1 в квадрате. Такой уже стеграл был сегодня. Ну, и окончательно все складывая, получаем, что значение интеграла будет равняться 1 в квадрате. 2 в квадрате. Плюс корень из 2. Плюс 1 в квадрате. То есть 1 плюс корень из 2. Вопросы? Все ясно. Все зашибись. А можно такой вопрос? В принципе, что значит функция задана на кривой? Ну, допустим, с геометрической точки зрения. Ну, значит, в каждой точке кривой определено значение функции. Ну, функция же сдается на множестве. Функция – это правило, которое элементу множества ставит в соответствии с элементами другого множества. В данном случае вот у нас есть кривая – это множество точек. Ну, и в каждой точке задано значение функции, то есть число в данном случае. А, понятно? Ну, да. Так, сотрем. Далее 22 номер. Интеграл по кривой С. Вот у квадрат ДС. Значит, С здесь – это аркоциклоиды. Ну, циклоиды таким уравнением задается. Х равняется А на Т минус синус Т. Так, а Y равняется А на 1 минус косинус Т. Ну, Т здесь от 0 до 2П. Сейчас, а Х – это Т минус синус Т, да? Да. Давайте примерно попробуем нарисовать. Так, смотрим, какие у у нас получается будет. А, нет, он минус будет уходить. Так, ну, смотрите, выходит из нуля, да. Дальше, куда идет движение. Так, Х будет положительным. Х, кстати, всегда будет положительным, да? Х всегда будет положительным. А у Y будут какие-то колебания, да? Ну, давайте, может быть, какие-то точки типовые построим. Значит, ну, следующая точка, значит, вот косинус… Косинус Пи-натри, например, если взять, это будет 1, 2. То есть, Y будет равен А в балла. Это здесь, да? Ну, а Х как-то увеличится, да? Да, Х всегда будет увеличиваться. Ну, потом Т, давайте возьмем равным Пи, а вот там будет Т равное Пи, здесь будет максимум, да? Да. А, X всегда, Y, кстати, всегда положительным получается будет равен. Ну, когда дойдем до 2 Пи, вот снова сюда уткнемся. Ну, короче, вот как-то вот так вот, да? Хотя, ладно, я здесь, на самом деле, конечно, здесь очень приближенно все. Ну, характер зависимости примерно вот такой вот. Ну, он даже нам не особо принципиален, да, в силу того, что у нас уже есть параметризация, мы можем спокойно вычислять интеграл. Так, ну, давайте, может быть, кто-то уже есть желающие продолжить работу. У меня вот тут список есть, я отмечаю. Ну, давайте, плюсики в карму всегда классные. Давайте, давайте, так. Сейчас я только найду, как... Ну, Анти, Демидович, посмотришь, я понял. Да, и вот уже. Все, нашел. Я пишу? Да. Здорово. Сейчас какой-нибудь цвет выберу, покрасить. Какой-нибудь цвет морской волны. А можете, пожалуйста, продиктовать, что в 4223-м, потому что мне Демидович непонятно где. Как надо, Сара, сейчас что-то сделать. А, 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 вы еще не доделали, простите, я просто отошел, не надолго ли. Окей, хорошо. Ну что, параметризация у нас есть, это здорово. Получается, у нас даже пределы этого чуда есть. Даже в пределы написано. Да. Так что осталось тупо вычислить. Давайте тупо посчитаем. Давайте назовем это как-нибудь А, Б, чтобы начать как Дугу написать. Так, Б, Б, А, С называется. А. Ну, тогда я еще больше глупо сделаю, но извините. Я немного отошел. Я только пришел. От нуля до двух пи. Так, у квадрат у нас получается А квадрат единица минус косинус 3 квадрат. И здесь производная, здесь получается синус квадрат, А, А квадрат, синус квадрат Т. Производная какая будет? А, нет, подождите, точно, это при игреке А остается. Здесь он убирается. Тогда здесь просто синус квадрат Т. Производная будет минус косинус, точно, да. Но при квадрате получается просто косинус квадрат Т. По идее. А Т? Что, простите? Ну, напишите целиком производную Х по Т. Хорошо, давайте по целиком. Целиком будет, я вот не могу понять, здесь скобка есть или это... Просто для меня это 4. Вот здесь, это имеется в виду вот так? Или... Это А. На Т минус синус Т. А. Все, я понял. Какая четверка-то? Убери четверку оттуда. Хорошо. Не, просто оно выглядело вот действительно как четверка. Я поэтому и не понял. Окей. Все. Тогда... Да. Тогда здесь А. Минус... А лучше вынести за скобку. Ну, давайте вынесем за скобку. А на... Так. А... На... Единицу... Минус... Косинус... Т. Давайте вот здесь квадрат поставим. И здесь... А квадрат, да. Так. И дальше... Плюс... А квадрат... Синус квадрат Т. Ну, да. Так. Радикал. Так. И тут ДТ. Здорово. Я вот даже мышкой научился писать. Так. Ну, что. Надо раскрыть эту скобку. Посмотреть, что будет. А будет вот что. Ну, это пока оставляем. Таким же... Ну, этот скоб первый-то лучше пока не раскрывать. Лучше вот... Ну, ее, да. Я ее пока оставлю. Я под Радикалом все хочу. Раскрывать. Посмотреть, что сократится. А что... Будет нам так же мешать. По жизни. А можно вынести. А можно вообще вот сюда вытащить уже и забыть о том, что это А существует. Сейчас, давайте вот здесь я перечеркну и напишу просто А в третий. Легче будет. Единица минус 2 косинус т плюс косинус квадрат т. А здесь получается плюс синус квадрат от т. Вот так. ДТ. Короче, вот это превратится в единичку. Здесь останется двойка. Ой, как здорово все у нас сокращается. Только непонятно, что получается. А, все, я понял. Сейчас. Тогда у нас получается от нуля до 2π. а корень из 2А в третий единица минус косинус квадрат т на корень из единицы минус косинус т. ДТ. ДТ. Так. Ну тут попахивает заменой, наверное. Что у вас как-то сейчас был. отчетовок с квадрат, как ты перескакал, был за скобкой, а вдруг в скобке оказался. В смысле? Который... Который... Ой. 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 Бывает. Бывает, что что-то перескакивает. Так. Ну тут просто почерк фиговый. Так. Ну что, тогда у нас вообще здорово получается. У нас фактически это можно вынести за скобку. это корень из 2А в третий от 0 до 2Пи. А здесь тогда останется единица минус косинус т в 5 второй. Так. Ну один минус косинус. Что с ним делать-то? Один минус косинус. Можно превратить в синус 2... косинус 2 Т. Ну да. И что там будет-то? Сейчас вспомню формулу. Подожди, а как ты превратишь 1 минус косинус в косинус 2t? Один минус косинус это синус т надо. К синусу, наверное, тут надо, да, потому что по понижению степени так будет. Подожди, ты хочешь понижение степени, а я хотел перекинуть его в косинус т пополам? Да, здесь двойный угол, конечно, надо использовать. Лучше на арксинусу, в кабине сократить. Хм, ну хорошо, давайте. Тут проблему я малю формулу забыл, но сейчас я вспомню по пути. Так, от 0 до 2π косинус единицы минус, да, единица это плюс 2 синус квадрат т пополам в степени 5,2 dt. Здорово. Короче, это скидывается, ой, как здорово все получается. Корень из 2а в 3, от 0 до 2π, 2 в степени 5,2, а здесь получается синус 5t пополам dt. Короче, я пока это туда скину, а потом можно будет обратно вернуть. Ну там 2 в кубе получается? Да, то бишь 8, а в 3. И здесь получается синус в 5 степени t пополам 0 до 2π dt. Ну, по идее, надо еще t пополам привести, дифференциал, тогда здесь 16, а в 3. От 0 до 2π. Ой, стоп, при замене надо же поменять пределы. Если при т было от 0 до 2π, то здесь до 4π. Синус 5, t пополам, dt пополам. Ой, dt пополам ты осталась, займем на архите сделать. Вот t пополам надо менять на что-то новое тогда. Ну, по идее, да, просто по красоте я сначала написал это, а потом просто букву поменяем на... Не, ну ты это остался, если ты остался, пределы не меняются. А, ну логично, да. Что-то это я уж туплю. Извините, пожалуйста. Утро. Пятница, утро, оно практически как понедельник, только пятница. там даже по буквам совпадает. Я проверял первую букву в обоих случаях. П. Так. Так. Все окей. Ладно, нормально. Сейчас. Надо было сразу исправить. Надо было теперь... Ну ладно, дальше продолжим. Равно. Равно. На чё поменять букву-то? Наверное, на какой-нибудь... Ну, какой буквы у нас не было, да? На ТАУ. Давайте ТАУ. Давайте ТАУ. Ну да, ТАУ. Ну да, ТАУ теперь. Было два ПИ, стало ПИ. Логично. Ой, блин. Что-то куплю. Сейчас. ТАУ. И здесь ТАУ. 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 Ну здесь уже, по идее, формула. Понижение степени. ТАУ. Не, ну, может, конечно, пони... Не, зачем? Там штробная сильная, если вы понизите. А, стоп. Точно, да. Хорошо. Да. Это я уже глуплю. 16, а в 3-й... Ну, кто помнит, как такой интеграл взять? Я помню. Здесь получится... А там в 5-й степени синус, да? Синус в 5-й степени. А. Сотрём. Ну, надо сделать D косинус. Типа, короче... Типа, короче... И скрыть. Ну, да. Синус четвертый нож на синус. Синус DT, это D от... Только только на ООО, Артем. Минус 8-й. Ну, короче, вот. Оно вот так раскрывается, и потом считает... Только вот места как-то уже не хватает. Ну, вот сейчас наверх пойдем. Синус. Только один минус 8-й. В квадрате... Один минус 8-й. В квадрате нужно еще верить. А тут был квадрат. Просто он, видимо, сдать смех. О, отличное преобразование, да. Так почему опять два песни было? Потому что я здесь плохо перечеркнул двойку. Извиняюсь. Это проблема почерка мышкой. Как бы... Ну, да. Вот как-то так. Так. Ну, что? Ну, снова дать-то экзамен переменных делать. Был косинус, остался. Ну, давайте его назовем как-нибудь. Такие. В. В смысле вот такая В? В. 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 — В. Это какая-то дубль В. У вас. Ну, давайте дубль В останется. Тук... Тук просто я пока что сделаю отмену как бы ... Уже очередь на кайдисе скупится. давайте мы косинус стал прекрасно значит теперь пределы от так получается здесь при пи будет минус 1 а при получается от минус единицы до единиц фактически над минус поставить перед играл оборот потому что он перевернулся ну и это просто получается раскрытие скобки то есть там единицы он не с ними должен был минус вылезти когда мы д д д д д д косинус пришли должен был где именно в самом правом нижнем углу ой я упустил да но короче давайте здесь поставим и все да здесь косинус квадрат ванча замены сделали 8 точно перед игра дольца твой да я плюсом там поставил ой так хорошо сейчас отменю свой интеграции плюс в квадрат да так ну что все здорово у нас значит первый интеграл от минус единицы до единицы то скобка в квадрате еще должна которая и скобок в квадрате в смысле подождите ой да вот здесь квадрат здесь 4 подождите вас как-то это она да вот так да так значит 1 это 2 2 но здесь я уже запишу лучше потому что не везет мне когда я на счет здесь вообще 16 а в кубе улетела куда-то надо и она куда-то тоже улетела еще найдем вот здесь она есть на 16 и тогда если 16 а в кубе здесь двойка здесь и в 3 в 3 от минус единицы до единицы плюс в пятый на 5 это же от минус единицы до единицы ну здорово ну короче в третий здесь двойка здесь так получается если перед минусом 2 3 4 3 минус 4 3 а здесь будет плюс 2 5 так что получается у нас итоге 6 3 минус 4 3 этих людей 3 3 минус 3 минус 2 3 плюс 2 5 это фактически 1 16 пятнадцатых до 16 15 дима как все четыре третьих вышло две третьих новый квадрат в кубе у нас от единицы до минус единиц получается в идею вот так это а если что так но отлично спасибо спасибо так да пожалуйста извините за ошибки это спросоне окно вот 23 номера в принципе похож давайте пока может пропустим попробуем в трехмерном решить это значит 42 37 так и желающие кто еще хочет попробовать смелее смелее давайте я тогда попробую давайте давайте так это кто баранов отлично а можете условия написать пожалуйста напишу 42 20 42 37 интеграл по дуге c x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат ds деца это дуга задаваемая вот такими вот равнениями x равняется а косинус т и грек равняется а синус т и z равняется bt t от 0 до 2 пи но это такая винтовая лестница получается а косинус т и а синус т и движение по окружности но z увеличивается да ну получается винт так ну вот давайте попробуем номер 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 так ну вот да сначала представляем дальше запишем дифференциал дуги дуги Спасибо. Ну, да, да, здесь а косинус квадрат плюс а квадрат синус квадрат. Это константа. Ну и подставить, по идее, еще. Ну, да, константу вынести, проинтегрировать. Зачем ее стереть, потому что выписать и вынести ее, а дальше интегрировать. Спасибо. 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 АВ квадрат. АВ квадрат. АВ квадрат. Ну, как-то так, да, спасибо, спасибо. Так, вопросы? А мы по Матану проходили бесконечно малые функции. Чего? Ну, там эквивалентные бесконечно малые функции. Ну, да. На первом курсе же у вас было. Так, ну, отлично, кто дальше пойдет? Дальше это какой? Дальше это что? 42-42. Давайте. Давайте так. Так, это Дмитрий Зубко, да? Да. 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 Дмитрий Зубко, да? Дмитрий Зубко, да? это будет интеграл полностью правильно получается ну да собственно грал плотности дает массу подставить 2 y получается просто будет ну да сумму квадратов производных сад Спасибо. 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 Ну да, теперь избавимся от Т-квадрата. Так, наверное, будет так же. Пусть Т-квадрат Z немножко упростит жизнь. Здесь также изменится. Ну да, тут предел не изменится. Но как дальше будет, что там делают обычно с таким и такими. Плюс Z, минус Z. Правильно. Не, а как Z, минус Z. Сейчас выделю, короче. Не. Не. Такое умение. Там же, Салит, ну не надо. Не, ну там 2Z не должно быть. Должно Z получаться. То есть там Z плюс константа должна быть. Так. 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 Как это сделать? Как это сделать? Нужно. Надо получить Z в квадрат плюс Z. Какой концерт надо добавить к Z, чтобы получить Z? Ну мы хотим, чтобы было Z в квадрат плюс Z, да? Ну да. Значит, а здесь должна быть Z плюс константа. Ну там как? Ну Z в квадрат плюс удвоенное произведение. Двое произведение должно равняться Z. Зачку константа надо взять. А, можно это взять в виду одну четвертую? Ну одну вторую скорее. Значит, ну Z плюс одна вторая квадрата. Вот эту. Правильно я понял? Ну да. Ну это что будет? Будет Z в квадрат плюс Z плюс одна четвертая. Сколько не хватает до единицы? Три четвертых. Ну вот. Я просто не понял, какой вы квадрат хотите выделить. Ну вот так полный квадрат выделяется. Можно и по-другому было бы. Я просто не понял, какой надо выделить. Так, ну так там нет DT, а DZ. DZ, да. Можно написать Z плюс одна вторая под дифференциалом, да? Можно. Ну вот так. Да. И теперь Z плюс одна вторая снова переобозначить, да? Да. Теперь пределы изменятся. Не знаю, зачем он начать. За ТАУ пусть будет. Сейчас перешу, потом предел смею. Да. Никак. Спасибо. sydney. стала одна вторая владеется верно выставить вот как такой интеграл вообще берется в прошлый раз брали да вообще здесь ну можно взять т т там скажем синус гиперболический до а мы не до решали до решали можете посмотреть сайт видео с шестой группой там мы его до решали потом на следующем семинаре здесь вот так корень из трех четвертых синус гиперболический z либо в какой-нибудь да вот ну ладно это вопрос сейчас я кстати надеюсь что вы дорешали его дома ну конечно там и чуть немножко под конец запутались там с выражением переменных с обратной заменой по моему вот а здесь вообще давайте я напомню может быть вот смотрите вообще этот интеграл табличный кстати вот в кривлянных интегралов часто встречается я все-таки наверно выпишу вам целиком проще жилось так такой интеграл я неопределенно запишу x квадрат плюс минус а квадрат x квадрат плюс минус а квадрат плюс минус а квадрат пополам на логарифм x плюс x квадрат плюс минус а квадрат плюс c вот так вот ну и собственно говоря здесь вот видео можно уже уже можно прямо подставить да ну ладно дальше не интересно да если узнаете интеграл скажите чему здесь будет а равно ну корень страну ну а квадрат три четвертых куда-то 3 тут кстати они где-то здесь а квадрат ну короче говоря подставить сюда да визион плюс взять я думаю тогда может не будем сейчас на это время тратить так так и и и и и и и и ну давайте тогда перейдем 42 44 1 так и так и 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 Здесь сказано найти статические моменты дуги астроиды. В принципе, то же самое, что мы находили раньше статические моменты. Здесь та же самая формула, только здесь интеграл уже по дуге. С, Y и SX, но SX аналогично определяется, что здесь вместо X и Y будет. Значит, дуги астроиды. А в степени 2 третьих. Продолжение следует. Кстати, знаете, как астроиды выглядят? Ну, там на википедии есть. Ну, если вы покажете, будет зашибись. Ну, здесь написано, что X больше нуля, Y больше нуля. Ну, вообще, если здесь модуль взять, то получается какая-то такая вот штуковина. Ну, собственно, звезда. Астроиды звезда. Ну, не очень симметрично, но вообще она симметричная. Значит, у нас вот одна вот ударка. Вот эта вот первая четверть тема. Так, ну, здесь вот, чтобы интеграл взять, нужно удачную параметризацию предложить. Кто-нибудь догадается? Там на википедии есть. Ну, X равно T в кубе, наверное. Ну, да, X это A косинус куб Т. Y это A синус куб Т. Ну, собственно, да. Дальше что? Ну, берем. Давайте производные сразу напишу. Они нам понадобятся. X штрих это будет 3A косинус квадрат Т на минус синус. АК у штрих 3A косинус квадрат Т на косинус Т. Ну, и давайте интеграл теперь брать. Так, ну, а T здесь у нас первая четверть. Надо менять от нуля до пип-пола. Так, X подставляем будет A косинус куб Т. Здесь будет корень из суммы квадратов. Давайте я 3A сюда вынесу. А здесь будет косинус четвертой степени Т синус квадрат Т плюс синус четвертой степени Т косинус квадрат Т dt. Получаем 3A квадрат от нуля до пип-пополам косинус куб Т. Так, здесь что, надо вынести что-то, да? Ну, можно вынести... Косинус квадрат синус квадрат выносится и получается единица. Да, и на единицу умножится на косинус квадрат Т. 3A квадрат интеграл от нуля до пип-пополам косинус... Что тут будет? Так, это куб, да? Да, куб. Значит, будет косинус четвертой Т. Здесь первая четверть, поэтому все положительно. Синус Т, ДТ. Ну, синус под дифференциал можно занести, да? 4A квадрат косинус четвертой степени Т. Д косинус Т еще минус сюда. Ну, а это минус 3A квадрат косинус в пятой степени на Т. Т делаем 0 на 5. И пополам до нуля. Косинус 5 и пополам до 0. Косинус 0 на единица. Получаем 3A квадрат на 5. Ну, вот как-то так. Понятно? Да. sx касать здесь будет таким же если вы ехать на x поменяете то в силу симметрии ничего не изменится а кстати интересно найти что найти еще оцарить если мы границы первой четвертью до первой четвертью ограничимся дайте красному и то интересно найти координаты центра тяжести а для этого что надо сделать чтобы центр тяжести найти нужно еще массу найти да это будет интеграл c от ds так но здесь что получается интеграл от нуля до пи пополам а 3а 5 вынесется да есть будет этот корень корень можем преобразование это синус на косинус да поэтому я говорю вот такой вот этот корень синус т на косинус т дт 3а но здесь можно писать синус т д синус т да 3а синус квадрат т пополам да полам до нуля 3а пополам отсюда координат от центра тяжести xc будет наоборот значит sy деленное на m 3а пополам а здесь 3а пополам получаем 2 5а а кстати что интересно когда центр тяжести он лежит вне дуги но такое бывает из тела не выпукло это вполне ценности может лежать вне не тело мы помним ну вот вот видите да если такая вот интересная штука получается так сейчас а Так, ну вот. Какие вопросы? Какие вопросы? А когда у вас будет следующая контрольная работа? На 17-м занятии. Да, вот с кубов прошлой контрольной работы. А можно ли увидеть результат проверки? Потому что...